Будут ли кронироваться тополя в этом году и какие из них попадут под спиливание, расскажем прямо сейчас. Глава города Наталья Тихонова отметила, что обязательства, а соответственные целевые показатели, должны быть достигнуты в рамках тех средств, которые были запланированы муниципальной программой, а это порядка 3,5 миллионов рублей. Согласно реестру, предусмотрено кронирование 849 деревьев, а также удаление 20 тополей и 6 сосен. Главе города поступила служебная записка, что эти работы будут выполнены не в полном объеме, то есть на эти деньги будет кронировано и удалено деревьев меньше, чем планировалось. А связывают это сметчики управления заказчика с увеличением НДС и тарифов по ТКО. Реакция главы города Натальи Тихоновой была вполне ожидаемой. По объемам вы услышали? То есть сегодня эту служебную записку отзываете обратно вместе со своими письмами? И вот ерундой больше не занимаетесь. За эти объемы проводите, как было запланировано, по программе. Либо сейчас покажите ваши росты тарифов, НДСов, какие расчеты со своим сметчиком провели. Пришли, посмотрели, определили позиции, все, провели конкурсные процедуры, проводите их с сентября. Что меняется-то за четыре года? Я почему вот опять всем в глаза смотрю, почему не стыдно-то? Выходили две-три недели, что-то там разговаривали, звонили друг другу. А на самом деле все осталось точно так же. Там на каком-то гоголе один тополь. Люди ждут годами. Мы до сих пор не можем разобраться. Потом здесь тоже, да. Я смотрю, у нас в основном идет, и об этом тоже надо сегодня сказать, и средства массовой информации, чтобы они крупными вот этими вообще даже написали. Мы кронируем деревья, извините, только в рамках хотелок депутатов. Хотелок депутатов. У нас основные инициаторы обращений не граждане, а депутаты. Дай бог, что депутаты работают в интересах избирателей. Начальник отдела по экономике администрации города Татьяна Неустроева отметила, что в связи с изменениями в законодательстве, в частности повышение ставки НДС и изменением стоимости сбора и вывоза ТКО, метод формирования начальной максимальной цены будет изменен. Метод подхода при формировании начальной максимальной цены будет изменен и сформирован не в соответствии со сметным расчетом, а в соответствии с коммерческими предложениями, взятыми из официальной информационной системы единой электронной – это госзакупки. Проанализирован рынок данных услуг по Свердловской области, сформирована средняя рыночная цена, она примерно останется на уровне прошлого года. То есть та цена, которая изначально была запланирована при формировании бюджета. То есть свои обязательства в любом случае должны быть выполнены. Управление заказчика совместно с отделом ЖКХ приложит все усилия для того, чтобы данные целевые показатели были выполнены в рамках той суммы, которая запланирована. Напомним, что реестр по кронированию и удалению тополей на 90% сформирован по обращению депутатов Городской думы. Что касается работ по этой теме, то они будут проводиться по улицам 8 Марта, Королёва, частично по улицам Московская, Горняков, Коминтерна и на других улицах нашего города. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Озбестовское телевидение, Новости АТВ.